Всем привет, с вами CGFish и сегодня я хочу поговорить о частотном разложении. Это крайне интересная техника, с помощью которой мы можем поправить даже самую проблемную кожу. Обратите внимание на этот портрет. Безусловно, перед нами очень красивая симпатичная девушка, однако и у нее есть определенные проблемы с кожей лица, которые бывает очень сложно поправить стандартными средствами. Я думаю, все, кто так или иначе пытался исправлять такие вещи штампом, со мной согласятся. С помощью частотного разложения мы можем не только вылечить прыщики на лице, но также убрать лишний блеск из каких-то участков, убрать нежелательные волосы, ну и в целом выровнять тон кожи. Давайте посмотрим, как эта техника работает. Итак, во-первых, берем оригинальный слой и копируем его. Назову его Color. В этом слое будет содержаться информация о цвете снимка. Делаю еще один дубликат. Это можно сделать с помощью горячих клавиш Ctrl-J и назову Detail. Верхний слой пока можно скрыть. Сейчас я буду работать с нижним. И давайте попробуем для начала его размыть. Заходим в фильтры и во вкладке Blur находим фильтр Gaussian Blur. Наша задача сейчас размыть картинку настолько, чтобы сохранялись общие формы, но терялась мелкая текстура. Вот я думаю, примерно на такое значение мы можем настроить фильтр размытия. Нажимаем ОК и вот у нас получился такой разблёренный слой. Далее включаем верхний слой и давайте попробуем правильно его настроить. Заходим в меню Image и выбираем команду Apply Image. Применить изображение. Что мы должны сделать здесь? Во-первых, во вкладке Layer слой мы должны указать наш слой с цветом. Сейчас мы будем вычитать его информацию из вышележащего слоя. Для этого в блендинге выбираем команду Add. Запомните, что значение Scale всегда должно быть двоечка. И нажимаем на галку Invert. И обратите внимание, мы получили слой, в котором запечатана вся информация о детализации нашей фотографии. При этом на ниже лежащем слое у нас есть информация о цвете. Чтобы воссоздать оригинальное изображение, всё, что мне нужно сделать, это перевести слой Detail в режим смешивания Linear Light. Вот обратите внимание, наша картинка полностью воссоздана. Но в данном случае у нас появляется дополнительный контроль, поскольку слой с детализацией отделен от слоя с цветом. Это дает нам дополнительную гибкость. Дальнейшую нашу работу можно будет подразделить на два крупных этапа. Во-первых, мы уберем все дефекты кожи, которые встретим, со слоя Detail. Для этого давайте переведем его обратно в режим Normal. Приблизимся. И чтобы нам было лучше видно, над чем мы сейчас будем работать, я создам корректирующий слой с кривыми. И вот немного сужу диапазон, чтобы картинка просто стала контрастней. Видите, так гораздо лучше видно, над чем мы сейчас будем работать. Выбираю слой Detail, выбираю штампик. Обратите внимание, в настройках штампа должно быть выбрано либо Current Layer, либо Current and Below. Лучше всего Current, поскольку мы будем работать конкретно на этом слое. И что мы теперь делаем? Зажимаем Alt, кликаем на здоровый участок кожи. И лечим прыщики. Таким образом мы оставляем текстуру, но при этом убираем серьезные дефекты. Поскольку мы работаем конкретно со слоем с детализацией, нас абсолютно не интересует здесь, какой цвет мы используем. Вот так точечно кликаем и просто лечим кожу. Этот процесс может занять какое-то время, поэтому сейчас я просто ускорю видео, чтобы вам было не скучно смотреть. Принцип здесь очень простой. Нам просто нужно избавиться от наиболее контрастных и фактурных пятен на коже. В данном случае я использую штамп с жестким краем кисти и стараюсь, чтобы сэмпл штампа был практически полностью непрозрачным. Здесь я хотел бы предостеречь вас от использования полупрозрачного штампа. Дело в том, что наложение полупрозрачных пикселей друг на друга в большом объеме дает очень замыленный результат. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы текстура кожи все-таки сохранялась. В остальном все, что вы сейчас видите, это самый стандартный метод работы штампом. Зажатый Alt кликаем на здоровый участок кожи, переносим его на тот участок, который хотим исправить. Ну и делаем так много-много-много раз, пока все дефекты кожи, все видимые дефекты кожи не исчезнут. Здесь еще важно понимать, что корректирующий слой с кривыми, который лежит сверху, очень сильно гипертрофирует всю текстуру. Если этот слой отключить, то детализация будет уже совсем не такой броской и заметной. Поэтому совершенно необязательно на данном этапе работы разглаживать кожу до состояния бумаги. Помните, что здесь наша задача именно избавиться от дефектов кожи, а не превратить ее в обсосанный пластик. Мы почистили кожу, убрали прыщики и дефекты, но при этом мы не потеряли текстурность этой кожи. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Переведем слой обратно в режим Linear Light. И смотрите, прыщиков как не бывало. Это просто чудо. Но наша работа на этом не заканчивается. Сейчас нам нужно поработать еще с нижним слоем Color, чтобы окончательно финализировать наш портрет. Несмотря на то, что слой Color мы очень сильно размывали, тем не менее нежелательные пятна и дефекты здесь все еще остались. И сейчас я буду их убирать. А делать я это буду очень просто. С помощью инструмента Brush Tool и пипетки. Eye Dropper Tool. Сразу скажу, что инструмент пипетка должен быть у вас включен в режиме Current and Below. Выбираем кисть. И выбираем пресет кисти с очень мягкими краями. Сейчас нам нужно будет работать очень аккуратно. И прозрачность кисти я рекомендую держать на очень небольших процентах. Что мы с вами делаем? Во-первых, создаем новый слой. Новый пустой слой. Зажимаем Alt, когда у нас включена кисть. Кликаем. Выбираем цвет. И начинаем размывать вот эти края. Очень и очень аккуратно. Зарисовывая нежелательные пятна. Чтобы нам было удобнее работать, мы всегда можем включить слой Detail, чтобы сразу видеть конечную картинку. Вот таким образом разглаживаю тон кожи. Настоятельно не рекомендую работать очень непрозрачной кистью. Все делаем аккуратненько и последовательно. На данном этапе есть огромный риск сильно исказить анатомию модели. Поэтому будьте внимательны. Сейчас могу выключить слой. И мы будем наблюдать результат нашей работы. Поскольку пипетка у нас работает в режиме Current and Below, когда я зажимаю Alt и кликаю, я беру не самый верхний цвет, а именно цвет всех слоев, которые лежат под моим текущим или на нем. Таким образом выравниваем кожу. Конечно, возможно, мы пропустили какие-то мелкие детали, которые еще можно было бы подправить на коже в слое с нашей текстурой. Но в целом я считаю, что для такой короткой демонстрации мы проделали уже достаточно неплохую работу и многое поправили. Переходим на лоб. Здесь я буду работать, наверное, более крупной кистью. И убираем неровности отсюда. Давайте посмотрим. Ну да, по-моему, вполне очевидно, что мы очень неплохо разгладили общий тон кожи. Ну и теперь давайте посмотрим, что же в итоге у нас получилось. Сейчас я выключу все эти слои. Изначально наша модель выглядела вот так. Теперь она выглядит вот так. Как было, как стало. Давайте приближусь еще сильнее. Было, стало. Как видно, с помощью техники частотного разложения можно действительно поправить очень проблемную кожу, при этом сохранить ее текстурность и не исказить анатомию лица модели. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был CGFish. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok